Володя 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 Тимофей был молодой служитель Он был очень занят У него очень много служений было Он был сотрудником апостола Павла Он участвовал во многих поездках его То есть он постоянно был заняты И он в этом преуспевал И как-то Бог благословлял его Но этот совет Найди себе время Для уединения И вникай в себя Вот оставь все проблемы Все переживания за других Все служение Как-то немножко останови И выбери время для того Чтобы остановиться И посмотреть на себя Вникай в себя То есть работа над самим собою И вот это как раз Личное время Которое мы Должны использовать для того Чтобы вникнуть в себя Вот это время Бог выделил нам И это очень ценное время И дорогое время Иногда жалуются А мне некогда А мне так Я так загружен Или мне так много Время уходит на то или на другое А для личного времени Остается как будто Мало-мало И немножко Так чуть-чуть Почитали Немножко помолились И все А смотрите Вот здесь дальше Он говорит Вот это чтобы Было у тебя Постоянно То есть не временами И не только допустим Один раз в неделе Ну проведи день Когда выходной у тебя Когда у тебя Побольше времени Тогда и подумай о себе Нет Постоянно Вникай в себя И в учение То есть в учение Значит Заниматься надо Надо Исследовать Писание Значит Нужно вот это Это приобрести Лично Лично для себя И смотрите Здесь дальше сказано Вот именно так Ты себя спасешь А по-другому А если не вникать в себя А если этого не делать А если не проявить Постоянство То спасение Под угрозой То спасение Может вдруг Потеряться Если мы только Будем заняты Чем-то другим А самим В себя Не вникать И в учение То есть Большая Опасность И еще Здесь есть Такое благословение Именно это Приведет К тому Что твое служение Будет иметь успех Себя спасешь И слушающих Тебя То есть Надо время для того Чтобы самому наполняться Я немножко Вот так разделил Вот это Личное время На некоторые Пункты Которые очень важны Именно в нашем В нашем Проведении Личного общения Ну По тексту Этому Самое первое Здесь сказано Именно Тимофею Вникать в учение То есть Личное время Это общение с Богом Наше личное Общение с Богом Если она Правильная Если мы любим Господа Мы ищем Этого общения Мы хотим Этого общения И мы стараемся Найти Хоть какой вариант Но найти Эту возможность Для того Чтобы Чтобы действительно Побыть в общении С Богом Я вспоминаю Один случай Был у меня в армии Когда только призвали В армию Мы первые два месяца Жили в палатках В лесу Ну пока там Учения какие-то Проходили А потом уже Отсылали нас дальше И знаете Там такая Дисциплина Никуда не уйдешь Никуда В общем Все одно за другим Постоянного так И знаете Я убегал Мне нужно Помолиться Мне нужно Иметь общение С Богом И я находил Такие возможности Убегал Немножко там За кусты В лес Там склонялся На колени Хотя За мной следили Потом Это мне сказали Мы все слышали Что ты там говорил Богу Все И знаете Я не мог молчать Я не мог по другому Я стоял там Плакал Даже один листочек С того места Я отослал В письме домой Такое дорогое Место общения Личного общения С Богом И не знаю Как получилось Но я затянул Однажды Свою молитву Там Там уже построение Уже вечерняя проверка Меня там нету Отсутствую Ну я с Богом говорю Ну а как прервать общение Когда так приятно Когда так хочется Больше и больше Высказать Все Богу То что наболело В сердце Ну подхожу Смотрю Весь строй стоит А я иду Смотрю уже Сержант ремень снимает Ну я понял Что будет Ну я прямо к нему и иду К этому ремню И знаете Когда я к нему подошел Он меня увидел Говорит Ладно Вставай в строй Не получил я в этот раз Но знаете Вот дорого было Вот это личное общение Это личное общение Это личное общение с Богом Друзья Как это важно Вот в первом псалме Мы читаем Блажен муж Второй стих Но в законе Господа Воля его И о законе его Размышляет он день и ночь То есть это его жизнь Это его То есть он хочет этого Он желает этого В этом он имеет большую радость Исследовать Слово Божие Молодежь Как мы лично читаем Библию Как мы лично читаем Насколько мы заняты этим словом Живем ли мы этим словом Или только так Бегло раз Стишок прочитали Побежали на учебу Или на работу И все А где пища духовная А почему у нас слабость духовная А почему тогда у нас певает падение А силы нет устоять Потому что мы личное время не нашли Для того чтобы вникать в себя и в учение Друзья молодежь Вот это самое главное В нашей жизни Чтобы найти Вот это место Это время Для того чтобы больше и больше Проводить время наедине с Богом Знаете сколько радостей Сколько благословений Мы получаем тогда Когда уединяемся Когда наедине с Богом общаемся Когда Бог говорит нам Когда вот именно вот Мы получаем вот эти благословения Черпаем эти силы Для того чтобы дальше бороться И дальше служить Богу Знаете вот в этом кроется Очень большое благословение Я тоже когда то был в вашем возрасте Имел те же переживания Или те же искушения Но для меня всегда было самым дорогим Вот это общение с Богом Я вставал рано утром Я старался это делать каждый день Хотя может уставший был вечером Но я рано утром вставал Уходил в лес летом Ну зимой находил дома место И знаете я там часами Проводил в общении с Богом Я читал Библию на коленях Мне так дорого стали эти слова Часто вытирал слезы Не мог дальше читать Откладывал молюсь Потом дальше читаю И знаете вот это было то То что мне давало победу Мне давало силу для Одерживать победу И сколько я в этом Получал благословение и радости Да И в течение дня Сколько размышлял Потом Именно о том прочитанном Что лично Лично прочитал Да Мы были тоже заняты И на работе И в служении Потом Ночами Мы еще Совершали Труд Переплета То есть Издательство Христианин Печатали А мы Уже какие-то Ну Небольшая Групка нас была Мы ночами Занимались Переплетом И развозкой Литературы Спали буквально Несколько часов Я не знаю Откуда Были силы Бог давал их Я сам был удивлен Сам был удивлен Но Господь Давал эти силы Для того Чтобы и служение Совершать И находить Время Для личного общения С Богом И это очень Благословенно Друзья Это очень благословенно Да Ночами мы Обычно спали На пятой скорости Тогда надо Меньше времени Для того Ну Быстрее Да Высыпались Но Но Господь Давал эту милость И я оценил Насколько это важно Это личное Общение с Богом Сколько Бог сохранял От каких-то Других Ненужных дел Потому что Был занят С Богом Проверял себя Я помню Перед каждым Тиражом Когда новый Тираж Привозили Или мы Сами Привозили Знаете Тогда мы Проверяли себя Мы в своей Группе Исповедовались Молились Старались Так чтобы Здесь тоже Личних разговоров Во время работы У нас не было Потому что Мы понимали Ответственность Было такое Время Вдруг могут Прийти И все Забрать Все арестовать Да Ну нас Арестовать Это не главное Было Но Но Этот труд Пропадет Этот труд Не дойдет До детей Божьих А как Ждали Ждали Вот этого Этого Труда Этой литературы Поэтому Серьезные Подходы Всегда Были И мы Всегда Были В постах И молитвах Прежде чем Совершать Этот труд Друзья Вот это Тогда Когда мы Вникаем В себя Когда мы Находим Время Для личного Общения С Богом Молодежь Дорогая Я хочу Вас Умолять Сегодня Больше Проводите Время В чтении Библии В молитве Чтобы Это Общение С Богом Было Приятным Чтобы Это Было Радостью Не так Мне Надо Сегодня Ох Я Не Прочитал Ну Ладно Завтра Прочитаю Ох Опять Надо Библию Читать Нет Чтобы Она Исходила Изнутри Чтобы Это Радостью Было Как Не Полюбить Господа Его Слово Когда Он Ради Нас Пострадал Ради Нас Пролил Свою Драгоценную Кровь Ради Нас Пришел Сюда Страдать Ради Нас Он Открыл Врата Неба Чтобы Мы Имели Доступ Туда Как Его Не Полюбить Как Не Изучить Его Слово Как Ему Не Послушаться Молодежь Дорогая Так Бы Хотелось Чтобы Мы Именно Вот В этом Приуспевали То есть Я Два Пункта Здесь В основном Уже Отметил Это Чтение Библии И Молитва И Молитва Живое Общение С Богом Как Мы В этом Нуждаемся И Какое Большое Благословение Мы В этом Имеем Какое Большое Благословение Мы В этом Имеем Мы Читаем В Евангелии От Марка В 6 Главе Христос Когда Отпустил Народ У Него Стало Личное Время Все Пошли Отдыхать Все Пошли По Домам А Христос Поднялся На гору И Молился Какой Хороший Пример Для нас Разве Иисус Не Уставал Разве У него Было Столько Много Времени Где Он Отдыхал Нет Даже Было Так Что Родные Приходили И говорили Он Не в Своем Уме У него Даже Времени Нет Покушать Он Он Настолько Занят И Хотели Его Забрать К себе Домой Чтобы Хотя Б Немножко Отдохнул А Здесь Он Почувствовал Или Видел Эту Необходимость Поговорить С Удивительная Тема Молитвенная Жизнь Иисуса Христа Знаете Можете Дома Сами Вот так Проработать Эту Тему Или Просмотреть Найти Местописание Какой Это Яркий Пример Для Нас Живого Общения Личного Общения С Богом В наших Молитвах Мы ему Все Можем Сказать Все Наболевшее И все Что у нас Не получается И все Что мы Хотели Бы Сделать Но Не Получается И Все Все Мы Можем Вылить Богу Или Сказать Излить Нашу Душу Богу То Что мы Не Сможем Сказать Кому То Из Людей Не Сможем Поделиться Даже С подругой Или Или С Другом Не Сможем А Богу Мы Все Можем Сказать Молодежь Дорогая Бог Выделил Для Нас Дорогое Личное Время Для Нас Чтобы Мы Это Время Использовали Верно Использовали Правильно Еще Один Момент Личное Время Для Подготовки К Служению Вот Здесь По Тексту Который Я Прочитал Вникай В себя И в Учение Чтобы Слушая Тебя Другие Могли Получить Спасение То Есть Вот Именно В Личном Общении С Богом Наполняйся Приобретай То Чтобы Это Слово Стало Твоим Достоянием Тогда Ты Сможешь Это Передать И Другим И Сказано От Избытка Сердца Говорят Уста Его То Есть Действительно Чем Наполнено Наше Сердце Вот Тем О том И мы Говорим Хорошо Когда Мы Личное Время Уделяем Для Подготовки К Служению Может Стихотворение Надо Выучить И Действительно С радостью Что Я могу Еще Сделать Для Моего Господа Как Я могу Просто Прийти В Собрание И Не Принять Какое То Участие В Собрание Нет Надо Подготовиться Братьям Особенно Готовьте Проповеди Сколько Благословений Мы Лично Получаем Когда Мы Готовимся К проповеди Столько Важного Господь Нам Открывает Лично Когда Мы Готовимся Когда Исследуем Читаем Одно Место Другое Место Священного Писания Какое Благословение Лично Для себя Мы Получаем И я Думаю Если Проповедник Сам Не Получил Благословение То Ему Тяжело Проповедовать Я Даже Себе Не Представляю Как Это Можно Другим Сказать То Что У Меня Нету То Что Я Сам Не Принял Как Я Могу Передать Это Другим И Какой Будет Результат От Этого Поэтому Как Важно Чтобы Мы Больше Уделяли Личное Время Для Подготовки Это И В музыкальном Отношении Хоровом Нужна Сыгровка Да Сыгровка Дома Лично Иначе Не Пойдет Дальше Служение Подготовка К Разбору Подготовка К Молодежному Собранию Хорошо Когда Мы Подготовлены Приходим Тогда И Живо Проходит Разбор Молодежный Тогда Мы Принимаем И там Участие Для Этого Бог Дал Нам Личное Время Друзья Вот Как Хорошо Вот Это Личное Время Для Этого Использовать Еще Один Момент Личное Время Для Добрых Дел Для Добрых Дел То Есть Помогать Родителям Помогать Ближним Помогать Тем Котор Нуждается Кто В особой Нужде Ну Добрыми Делами Мы Не Можем По Другому Мы Же Дети Божьи Да И Это Следствие Нашего Рождения Свыше Добрые Дела Хорошо Когда Мы Наше Личное Время Не Идем Отдыхать А Может Где-то Надо Поработать Может Что-то Делать Уделить Внимание Кому-то Может Даже Просто Кого-то Посетить Друзья Личное Время Для Того Чтобы Добрые Дела Это Очень Очень Важно Очень Важно Конечно Этот Список Можно Продолжить Долго Много Можно Сделать Именно Во Время Личного Общения С Богом Наверное У меня Такая Мысль Вы Слушаете Ну Для Этого Нужен Целый День Да А Как Другие Дела Делать Когда Вот И Это Надо И По Несколько Часов Изучать Слово И То И Другое Успеть Друзья Бог Даст Нам Милость Распределить День Так Что Мы Все Успеем Он Даст Нам Успех И Как В Первом Псалме В конце И Написано И Во Всем Что Он Не Делает Успеет То Бог Дает Успех В Этом Иногда Мы Сами Удивляемся Как Мы Все Сегодня Успели Сделать Но Личное Время Очень Очень Важно Когда Я Читал 138 Псалом Мне Очень Дороги Стали Некоторые Мысли Вот Здесь Очень Интересная Мысль Сказана Ну Я Прочитаю Первые Три Стиха И Восемнадцатый 138 Псалом Господи Ты Испытал Меня И Знаешь Ты Знаешь Когда Я Сажусь И Когда Встаю Ты Разумеешь Помышления Мои Издали Иду Ли Я Отдыхаю Ли Ты Окружаешь Меня И Все Пути Мои Известны Тебе И Восемнадцатый Стих Ну Для того Чтобы яснее Было Семнадцатый Прочитаю Как Возвышенный Для Меня Помышления Твои Божие И Как Велико Число Их Стану Ли Исчислять Их Но Они Многочисленнее Песка Когда Я Пробуждаюсь Я Все Еще С Тобою Молодежь Здесь я Хотел Отметить Эту Мысль Что Бог Знает Как Мы Проводим Время Бог Знает Как Мы Проводим Личное Время Иду Иду Ли Я Отдыхаю Ли Ты Окружаешь Меня То есть Бог Все Знает Про Нас Бог Все Видит И он Знает Что Где-то Мы Время Неправильно Использовали Где-то Мы Не Так Сделали Как Должно Было Быть Бог Выделил Нам Время Для Личного Общения С Ним А Мы Его Заполнили Может Чем-то Другим И Мне Так Дорого Стало Вот Восемнадцатом Стихе Пробуждаюсь Я Все Еще С Тобою Вот Как Будто Вот В течение Дня Он Постоянно Пребывал В таком Близком Присутствии Бога Заснул С Господом Просыпается Открывает Глаза И Я Все Еще С Тобою Какое Прекрасное Состояние Друзья Когда Первые Мысли Когда Мы Встаем Утром Ни Забота Ни Какие Дела Не Бежим Куда-то А Ты Еще Со Мною Ты Все Со Мною Хочу Поговорить С Тобой Хочу Пообщаться С Тобой Найти Лично Личное Время Для Него Друзья Есть Немало Таких Примеров Когда Время Проводится Праздно Сегодня Враг Душ Человеческих Пытается Заполнить Это Время Личное Компьютером Какими-то Играми Переписками И тому Подобное И я Удивляюсь Откуда Находят Столько Времени Чтобы Прочитать Две Три Тысячи СМС И отправить Обратно Отправить Тоже Ну Надо же Ответить Да Откуда Находят Время Это Часы Нужны Для того Чтобы Вот Этим Заниматься Это Умысел Врага Душ Человеческих Молодежь Не Тратьте Время На Пустое Не Тратьте Время На То Что Ну Приводит Вас Дальше От Господа Не Тратьте Время Это Очень Опасно Опасные Занятия А Ищите Общение С Богом Простые Такие Доверительные Общения С нашим Господом Потому Что Бог Все Знает Часто Мы Не Видим Опасности И От Этого Бывает Столько Бед Потом Не Не Заметили Опасность У Нас В нашей Молодежи Некоторые Сестры Учились В городе В Омске Ну И Студентки Ну А как У нас В деревне Все По По Простому Вечерами Безопасно Безопасно Стоит Кучка Юношей Неверующих А им Надо Пройти Мимо Них Теперь Они Поняли Поняли Ошибку Что Они Сделали Что Теперь Будет Они Стали Взывать К Богу Молятся Господи Сохрани И Идут Прямо На Них Подошли Поближе Те Раступились Пропустили Их И Они Пошли Дальше И Они Слышат Смотрят На Их Внешний Вид И Говорит Эти Девушки С Неба То Есть Они Не Отсюда Это Это Небесная Красота Это Это Что То Такое Они Под Защитой Божьей Находятся И Так Они Ушли Да Больше Им Мороженое Не Захотелось Но Не Увидели Опасность Не Увидели Опасность Я Хотел Два Библейских Примера Привести Именно Я Только Остановлюсь На Этой Мысли Вторая Книга Царств Одиннадцатая Глава Там Второй Стих Там Написано Про Давида Когда Он Встал С постели Своей И Прогуливался И Когда Прогуливался По кровле Крыши Там Про кровлю Дома И Он Увидел Он Увидел И Случился Великий Грех Почему Да Он Прогуливался Просто Свободное Время Прогуливался И Увидел И Знаете Вот Эта Прогулка Принесла Ему Столько Горя Столько Страданий В его Жизни Столько Все У него Перечеркнуло Очень Много Он Потерял Живое Общение С Богом Его Уста Были Закрыты Он Не Мог Прославлять Бога День И Ночь Тяготела Надо Мною Рука Твоя Свежесть Моя Исчезла Как В летнюю Засуху То есть Все у Него Рухнуло Все у Него Пропало Из-за Из-за Одной Прогулки Из-за Одной Прогулки Да Как Он Оплакивал Этот Свой Поступок Как Он Потом Псалмы Покаяния Пишет И Действительно Он Оплакивал То Что Он Сделал Сделал Провел Время Неправильно Именно Вот Эта Прогулка Его Выбила Из Кольи И Сколько Он Об этом Плакал И Каялся А Потом Еще Последствия Какие Были Потом От Этого Поступка Второй Пример Бытие 34 Глава Там Сказано Про Дину Дочь Лии Которая Хотела Посмотреть На Дочерей Земли Той Я Как-то Проводил Беседу На эту Тему О Последствиях Я Не Хочу Эту Тему Теперь Здесь Раскрыть Нет Я Хотел Бы Только Сказать Вот Эту Мысль Дина Она Не Увидела Опасности У нее Свободное Время Нашлось И Решила Пройтись Прогуляться Пройдусь Посмотрю Как они Там Живут Как В этих Народах Живут Просто Любопытство Взяла И Смотрите Какие Тяжкие Последствия Ее Жизнь Испортили Потом Весь Город Уничтожен Был Сколько Семей Осталось Без Отцов И Дети Остались Сиротами Город Разграблен Почему Почему Такая Жестокость Почему Все это Произошло Дина Неправильно Использовала Личное Время И Такие Тяжкие Последствия Молодежь Дорогая Хотелось Бы Чтобы Мы Сегодня Сделали Конкретную Остановку Конкретную Остановку В нашей Жизни Чем Заполнено Наше Личное Время Может Какими-то Искушениями Греховными Делами Или Кого-то Мы Тоже Вводим В какие-то Смущения Друзья Личное Время Бог Выделил Нам Для Живого Общения С Ним Только Грех Может Разрушить Вот эти Взаимоотношения Только Грех Может Стать Препятствием Нашего Желания Общаться С Богом Нужно Грех Убрать Нужно В грехе Раскаяться Нужно Попросить Прощения У Бога Чтобы Эти Взаимоотношения Наладились И чтобы Была Благословенная Жизнь Уже Теперь А потом И вечности Вечности Я вчера Уже Подросткам Рассказывал У нас В детском Лагере Был случай Некоторые Юноши Вели себя Очень Вольно Немало Проблем Они мне Доставляли Не раз Я с ними Беседы Проводил А как будто Все бесполезно И вот Смотрю Они опять Кучкой Стоят О чем-то Там Беседуют Или Что-то Планируют Опять Натворить Я подхожу К ним Они говорят Дядь Володя У нас Все в порядке У нас Дела Все хорошо И Стоят Передо Мною Как почти Танцуют Вот так Я говорю Наказать Вас надо О Говорят Дядь Володя Это судебное Дело Мы вас Подсюда Дадим Подсюда Дадим И такие Герои Прошло Много Лет Буквально Несколько Недель Назад Я встретился С этими Бывшими Юношами Был на Празднике Жатвы В одной Церкви Смотрю На балкон Они сидят Правда Не все Но Большинство Из них Там Сидели С опущенными Головами И во время Перерыва Один Подходит Плачет Дядя Володя Моя жизнь Вся Исковеркана Все Кувырком Идет Все Я не могу Разобраться Ничего Не понимаю Я без Бога Остался Семья Да Кое-как Не знаю Семья Не семья Но все У него Рухнет Или Разрушено Было Я иду Дальше Уже В столовую Приглашают Прямо В дверях Столовой Другой Меня Обхватывает Дядя Володя Я хочу вас Поприветствовать Но не могу Я без Бога Как плохо Как плохо Без Бога И знаете Один за другим Плачет Вся жизнь Кувырком Идет А тогда Они были героями У нас У нас Все в порядке Мы Мы все У нас Мы можем Под суда Дать Друзья Без Бога Никогда Счастья Не было Молодежь Дорогая Ищите Вот это Время Общения С Богом Молитесь Чтобы Бог Дал вам силы Рано вставать Может позже Ложиться Может в течение Дня Какие-то дела Отложить Но это Нельзя упустить Вникай в себя И в учения Занимайся Сим постоянно Ибо так поступая Из себя спасешь Из слушающих Тебя Молодежь Хотел Теперь призвать К молитве Может кто-то Видит Что неправильно Использовал Личное время Может Расстратил Ее Впустую Или Может Вообще Нету Этого Живого Общения С Богом Нужно Покаяться Нужно Привести Все В порядок Может Желание К слову Остыло Или К молитве Ослабло Или Может Духовной Жизни Практически Нет Или Может Кто-то Вообще Еще Никогда Не Каялся Друзья Сегодня Есть Эта Возможность Вы можете Это Сегодня Сделать Господь Милость Хочет Вам Дать Он Хочет Чтобы Ваша Дальнейшая Жизнь Прошла Благословенной Счастливой Он Не Хочет Чтобы Вы Потом Плакали А Чтобы Радовались 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 Да Даже При Трудностях И Скорбях Но Радость В Боге Она Выше Всего Выше Всех Трудностей И Выше Всех Переживаний Радость В Господе Мы Будем Теперь Петь Гимн Братья Предложат Гимн Во Время Пения Если Кто-то Расположен К Молитве Покаяния Или Обновить Свои Взаимоотношения С Богом Вы Можете Выйти Сюда Вперед Для Молитвы Мы Вместе Попросим Милости У Бога Чтобы Вот Это Личное Время Общения С Богом У вас Было Верное У вас Было Правильное Чтобы Действительно Так Могли Служить Богу Всей Своей Жизни Аминь Будем Петь Стоя